всех приветствую попал мне в руки вот такая штука это радиоприемник на чипе сай-47 вот именно приемник на чипе 4732 вот он стоит зачем здесь вот и появилось желание сделать обмер типовых параметров приемника то бишь мдс чувствительности ну и сделать его примерную оценку с точки зрения применимости в эфире вот понять его динамику подавления 2 боковой полосы значит прямоугольность фильтров вот и прием на гармониках у радиоприемника почему-то неисправен он чем динамик распаял таким вот образом на проводах значит здесь вот стоит какая-то микросхема она судя по всему неисправна то есть ли это оконечник или там какой-то коммутатор вот не стал разбираться значит сразу же подпоялся к микросхеме но тем тем не менее громкость довольно слабенькая вот решил чтобы хоть как-то картину улучшить подключить еще параллельно наушники сейчас выбрана восьмидесятка частота 3700 полоса пропускания 500 герц и давайте посмотрим на мдс для замера используется генератор Marconi 2024 значит изначально выставил уровень сигнала 59 ну и буду сейчас уровень этот понижать так вот сигнал довольно хорошо слышно значит сделал расстройку под комфортный тон и давайте будем подержать уровень сигнала минус 83 дебеем а минус 93 дебеем а минус 103 дебеем минус 113 дебеем то есть сигнал очень слышно довольно хорошо так минус 120 дебеем и вот тут уже сигнал начинает оттонуть в шумах ну вот уровень минус 130 дебеем сигнал слышно еле-еле вот уровень минус 125 то есть я бы сказал что мдс приемника при данной полосе значит примерно минус 125 дебеем так далее давай давайте оценим прямоугольность фильтров значит для этого я снова подам сигнал с уровнем минус 73 дебеем то есть 59 вот и значит по расстройке будет видно насколько фильтр прямоугольный так вот уровень выставил начинаю крутить ручку биофон ну так для начала выставлю в ноль вот она по нулям нулевые биения кручу в сторону и что-то тут совсем не 500 герц получается после пропускания по камере при бифов в килогерц даже больше сигнал слушаем то есть вот примерно при полосе в полтора килогерца наверно пропадет нет не пропал все крутим 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 вот сейчас сигнал пропал то есть фильтр этот очень пологий ну давайте посмотрим ради интереса что будет при другой полосе пропускания то есть возьмем типовые 3 килогерца тут вообще наверно будет караул ну да да крутим крутим а сигнал все есть вот сейчас сигнала нет причем вот уровень генератора минус 73 дебеем так ну и теперь я биофон возвращая в ноль и сейчас буду крутить генератор чтобы показать как давится вторая боковая полоса вот ну и это будет слышно по тону то есть если мы например выбираем режим нижней боковой полосы то при 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 повышении частоты сигнала у нас будет тон понижаться сейчас скручу этот мифа в ноль так мы теперь изменять частоту на генераторе вот у нас нижняя боковая полоса наша основная как и должна быть так улучшают частоту генератора нулевые биения так мы боковой вроде как и не слышно так вот какая-то паразитная штука ездит получается при отстройке примерно в 10 килогерц посмотрим на другую полосу снова на 500 герц наша а вот с 500 герцами странная картина то есть сигнал я повышаю повышаю это нижняя боковая полоса и вот получается в верхней боковой полосе сигнал слышно то есть почему то подавление при данной полосе 500 герц хуже вот сейчас подается сигнал как и ранее с уровнем 5-9 основной сигнал основная нижняя боковая полоса вот и вторая то бишь верхняя в данном случае боковая полоса сейчас проверю прием на гармониках обычно для аналоговых SDR характерен прием значит на гармониках не тиродина причем на нечетных 3 5 7 и выше но вот на 3 гармонике то есть на частоте 11 100 и на 5 гармонике 18 500 все чисто то есть ничего такого паразитного не принимается вот все норм как ни странно и давайте замеряем NDS значит на двадцатке снова уровень 5-9 круче генератор вниз вот уровень минус 130 дбм вот минус 125 но я сказал бы так что такой же результат примерно как и на восьмидесятке то есть минус 5 дбм в полосе 500 герц здесь точно есть далее собрал небольшой стенд для замера динамического диапазона есть прибор nanovna который будет играть роль второго генератора значит есть комбайнер вот все это вот так вот зафиксировано чтобы наушники не закрывались и было хоть как как-то слышно звук значит есть аттенюатор с nanovna вот ну и сигнал основного генератора сейчас я все это настрою и так подал сигнал nanovna основной генератор отстроил значит на 20 килогерц выше и начиная поднимать его уровень посмотрим что будет происходить так вот при уровне минус 59 дбм уже явно происходит какое-то блокирование при минус 45 дбм приемник уже все явно сдувается минус 32 дбм ну и все прием уже абсолютно невозможно давайте отстроимся в сторону посмотрим что происходит в стороне вот слышно что вот это уровень сейчас с генератора минус 54 дбм вот видно что он уже явно влияет на прием то есть тут наступает тишина снова сигнал с nanovna давайте изменим полосу на 3 килогерца и поднимаем уровень вот так включу вот минус 50 дбм слышен свист причем это прием второго генератора получается при отстройке 20 килогерц возможно не хватает прямоугольности цифрового фильтра встроенного вот уровень минус 50 дбм вот уровень 59 50 микровольт включая-выключая генератор значит и слышно второй сигнал вот есть еще такой странный эффект про который говорил что в принципе при больших уровнях сигнал притухает на nanovna выключу просто подам сигнал очень-очень хороший проваз возникает так сейчас чтобы убрать проваз решил увеличить отстройку второго генератора значит увеличивая на 100 килогерц то есть принимаемая частота 14 270 генератора второго сигнала подается частотой 14 370 вот ну и вот слышно что блокирование наступает примерно при уровне минус 40 дбм то есть вот он и раз как бы и все уже явно провалось то есть где-то при уровне минус 45 минус 40 дбм в этом диапазоне вот еще раз сейчас блокирования нет но еще здесь плюсом непонятно как работает ару влияет ли она на результат работы для меня не очевидно и вот явно пошел уже блокирование начиная с уровня минус 45 дбм минус 45 дбм это 1,2 милливольта решил сейчас еще раз уменьшить отстройку между генераторами до 50 килогерц то есть один генератор который сейчас принимаем на 14 270 второй генератор на 14 320 вот здесь вот картина уже другая то есть сигнал увеличиваю и вот видно что при уровне минус 50 дбм уже возникает ограничение сигнала ну или блокирование там принуды сигнала меняется на слух подчеркну вот при минус 50 дбм она меняется уже точно сейчас давайте изменим полосу ну вот примерно с уровня минус 53 минус 52 дбм начинается уже ограничение сигнала вот и это примерно 550 микровольт или 500 микровольт и подведу заключение значит первое замер мди у приемника вполне себе нормальный мди для устройства подобного класса минус 125 дбм это довольно хорошая цифра значит это раз во вторых есть у него заморочка что у него фильтры очень пологие вот и вот как я показал они обладают плохим затуханием за полосой пропускания вот и вот сигналы с уровнем 5-9 и выше прекрасно принимаются при отстройке которая многократно превышает уровень полосы пропускания фильтра вот по динамике тоже цифры предоставил то есть забитие приемника начинается примерно с уровня минус 50 дбм на плюс-минус но все измерения делал на слух вот что в общем-то довольно мало то есть 500 микровольт это маленькая величина вот и всякие мощные сигналы будут неизбежно приводить к интермодуляции в приемнике вот значит приема на гармониках у этого приемника я не обнаружил значит но опять-таки здесь подчеркну что я проверял лишь прием на гармониках значит относительно принимаемой частоты и в каких-то широкополосных пределах генератор входной не перестраивал не проверял так что вот так спасибо за внимание руками изменения изменения Продолжение следует...